Каждую неделю на Самарские улицы выходит 197 нарядов народных дружинников. Вместе с полицейскими они следят за порядком, жителям добавляют уверенности, а нарушителям смешивают все карты. Только за прошлый год по статистике снизилось количество грабежей, краж и разбоев на улицах Самары. Олег Аббасов охраняет покой самарцев уже 30 лет. Дружинником был еще во времена комсомола. Работал и в полиции, а потом снова вернулся на добровольный фронт охраны безопасности. Преступников не боится. Говорит, иначе нельзя, а то улицы накроют волна преступлений. Одной из них Олег помог раскрыть по горячим следам. Вместе с полицейским задержал трех грабителей. Ну, потерпевший одного из них узнал. Ну, немножко сомневался, говорит, вроде похож. Я в это время стоял здесь, потом обошел эту группу с другой стороны. И вот тот, который с этого края стоял, он резко побежал в мою сторону. Он у них вот это остановит. Вот это его предпринимательство говорит. Останься здесь. Вот здесь он его уже накроет. Грабители передали полицейским Олегу Аббасову благодарность и награду от Министерства внутренних дел. За активную гражданскую позицию и бдительность в городском управлении поощрили еще 15 дружинников. И таких героев в Самаре десятки. И за дня в день они одним своим присутствием пресекают нарушение закона. 40% преступлений не случилось благодаря дружинникам. Когда, так скажем, потенциальный преступник выходит на улицы нашего города и видит, что практически проходя по каждому двору, по каждой основной улице, он видит наряд полиции с сотрудником добровольной народной дружины. Я считаю, что это носит сдерживающий профилактический характер. 2000 дружинников патрулируют самарские улицы и дворы. Они не только следят за порядками безопасности, помогают раскрывать преступления, но и могут оказать первую помощь, провести профилактическую беседу. Добровольная дружина работает в Самаре больше двух лет. Большая часть сотрудников – обычные люди, мужчины, которые сами решили сделать город безопаснее. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События.